Привет! Hello, buongiorno и ni hao! Что вы спросите такое ni hao? А это по-китайски, друзья мои, привет! Вот такая минутка была самообразования. Ну и давайте-ка вернёмся к нашим баранам, точнее к нам, к нашим братьям. Собственно, чем они занимались в прошлой серии? Ох, ну правило есть правило, нужно рассказывать, что уж теперь поделать. Собственно, как ни странно, сейчас про нету нечего рассказывать, потому что он был в качалке, ничего абсолютно интересного с ним не произошло. А вот этот ботан наш, Ким Килл Патрик, господи, его ужасные фамилии какие, фу, ужас. Он, шо у нас делал он? В общем-то, он, как глава семейства, можно сказать, устроился на работу. В сферу бизнеса, кстати, в сферу бизнеса, бизнесмен. Но, есть одно но, разносчик кофе. Всего лишь разносчик кофе, мать его! Всего лишь разносчик кофе. Вот так вот. Ну, ладно, не стоит, как говорится, сразу печалиться и впадать в уныние, потому что наш Ким, 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 да, наш Ким трудоголик, я думаю, в принципе, он может многого достичь. Так что, зря я его так шпеняю в каждой серии. И, ну что ж, давайте, как говорил один очень знаменитый космонавт, как говорится, поехали, поехали. Ну, собственно, смотрите, этот уже засранец проснулся, давай тогда, тише, тише, парень, давай, сходи в туалет попискай, там все дела поделай, и помойся, а то вонючка совсем. Ну, давай, пускай ты... Нет, он у нас есть хочет, так что... Ой-ой-ой, стоять. Здесь устройство, нет, не пойдет. Ты у нас примешь душ. Примешь душ, да. Ужасно, ужасно просто. Давай, съесть закуску. Ну что там, ты что-нибудь сварганишь там? Осенний салат. А что еще? А то мы уже тут уже 5 серий. Жрем этот осенний салат, у меня он уже мешает... От него шоворотит. Собственно, что-то такое, я не понял. Если честно, я не знаю, что можно полчаса, как говорится, мыть в этом душе. Неужели нельзя за 2 минуты ополоснуться, и все в порядке? Нет, он будет мыться практически целый час. Я уже засекал время. Господи, какие вы слопоки-то все. Ой, ужас. Ну вот, наш кулинар, как говорится, от бога, наконец-таки своял свой шедевр кулинарии. Ким готов вооружиться сковородкой и кастрюлей, чтобы стать искусственным кулинаром. Мастером по деликатесам и кашеварам. В одном лице, от плиты до обложки, книги по кулинарии долгий путь. Но Ким всегда будет в центре внимания, ведь все знают, что он прекрасно готовит любимое блюдо. О, господи, сколько фанфарта. Чувак, просто осенний салат приготовил. Вы что? Вы что? Он просто... Господи. Иногда, как говорится, из мухи слона раздули. Вы что? Секунду. А что? Я не понял. Что за херня была, извините меня, друзья? Это что за самообман такой был? Я только что приготовил салат. Куда он делся? Ну что, это мне в битую экстрасенсу, что ли? Извините, я не понял. Пропал салат, блин. Охренеть. Здесь кто, барабашка, что ли, сожрал? Я не понимаю. Ну, друзья, ну вы сами видели, он готовил салат. Твою... Вот я теперь понимаю, почему этот дом был таким дешевый. Тут, кажется, призраки живут. Ой, блин. Ну, правда, вот как это объяснишь? Ох, господи. Не, ну, конечно, зато, смотрите, мы, в принципе, всю атмосферу соблюли, так сказать. Наш дом весь засор. Ну, слава богу, хотя бы туалет почистили. Но везде просто разбросаны пустые какие-то тарелки. Единственное, что только носков вонючек не валяется. И то хорошо. Как говорится, отыграем образ, ну, на все 100% почти что. Твою мать. Вот, вот называется похвали человека. Человек, ой, господи. Я запинаюсь уже с вами, с этими симами. Ужас. Похвали, говорится, человека. Ну и смотрите, вот все загадил и, кажется, еще и спалил все. Друзья, посмотрите, во что мы превратили кухню. Это просто какой-то ужас. Тут просто уже как бомжарня, на самый настоящий какой-то притон. Ладно, давай, возьми тарелку, покушай, уже многострадальная ты наша личность. Готовил себе завтрак 3 часа подряд. Ужас. Кстати, я даже не знаю, куда тебе, вам уже тарелка, кстати, у вас тут все заставлено. Ну, ладно, в общем-то, через сколько тебе на работу? А тебе уже через 4 часа на работу. А настроение у тебя не в зуб ногой, как говорится. Точнее, тебе кажется, ногой как раз-таки в зуб-то это ты дали. Потому что ты уж совсем какой-то угрюмый стал парень. Ну, чё, мне вот одна подписчица посоветовала, что? Чтобы развивать, как говорится, продвигаться по твоей мечте, друг мой. Тебе нужно побольше в телефоне задротить. Так что, уж разрешу тебе посидеть в твоих любимых фейсбуке, тогда уж так назовем, да? Так, социальные сети. Просмотреть веб-страницу, всё. Ох, блин, хоть спасибо подсказали. А я-то, если честно, целых 2 серии потратил практически, чтобы он смотрел веб-страницу. А толку-то никакого от этого не было. Так, а ты не хочешь присесть? Ты вот так вот встал, да, около двери и всё, да? Ну, замечательно. Что у нас тут? Вымыть руки два раза. Парень, да без проблем. Вымыть руки? Вымыть руки. Я же практически как этот Дед Мороз, а? Исполняю желания просто. Исполнитель желания. Ну, давай. Так. А я, кстати, не знаю, почему. У него, наверное, просто... А почему, кстати? А, потому что нервный. Вот, почему у него такая черта характера. Чувак, да я тебе хоть 10 раз готов тебе руки помыть. Нет, разрешу тебе. О. Всё, ребята, замечательно. Теперь он 6 часов будет... Как говорится, мечта у него всей жизни. Ну, всего дня или всей недели исполнилась. Ну, красавчик, чё сказать. Университет получить навык в социальные сети. Служебная машина, в которой поедет Ким, прибудет через час. Ну, для начала, пока что Ким не будет, не поедет на работу до тех пор, пока не приберет этот весь беспорядок. Потому что, как говорится, кто в доме сидит, тот пускай и носки-то стирает. Правильно? Ну, не знаю, правильно, неправильно, но... Ну, я так считаю. Собственно, шо у нас будет лентяй наш Нед делать? Он уже практически проснулся, да? А давайте, может быть, коррежу стилист, да? Ну, да, почему нет? Нам всё равно сейчас придётся на первом ранге, я так понял, во всех профессиях придётся сейчас болтать с шефом, всячески залезать ему, извините, за прямоту задницу. Так что, как раз-таки, будем развивать свой навык, да. Так, нет, секунду, секунду. А вот это ты забыл, вот как мне мамка говорит, а вот тут чё не помыли, а вот здесь чё не помыли. Я говорю, ну, мамка, ну, хватит, а, ну, я и так уже, блин, я уже встал, блин, со школы пришёл, дай мне языком помпу сидеть. Говорит, нет, пока не помыешь, не будешь языком помпу сидеть. Вот я такой вот и вырос, сумасшедший немного. Вот так вот. Так, о, господи, ты куда пошёл? Ты куда пошёл, мать твою? А чё, ты вам не мог помыть, что ли, не пойму? По самому короткому пути, хотя, да, по самому короткому получается. Бартельник, давай, прими душ своих, ох, как я люблю, у меня козырные, конечно, тапочки просто вообще шикарные. Так, Ким, давай, вали на работу. Вали-вали, давай. О, господи, какой стеснительный нашинет, а. Как говорится, в своих тапочках гейских может ходить, точнее, какие гейские, в гейских тапочках может ходить по дому, а обратно стесняется. О, позорник, господи. Так, давайте-ка выберем, нет, напряжён, а, ну да, напряжённая работа, он же любит напряжённую работу. Ну, нет, я думаю, а хотя, подлежись ты, наверное, к начальнику, потому что, а просто потому что, потому, болтать с коллегами, нет, это не пойдёт, потому что он всё-таки, ну, это мы не будем отыгрывать свою роль. Батаны, они сидят, задротят в одиночку где-нибудь, их никогда не зовут пиваса попить, нельзя, по бабам сходить, потому что они, ну, они всё испортят, понимаете, они испортят всё. Ну, конечно, подлежаться к начальству тоже не совсем, но, блин, жрать-то охота, а чем выше должность, тем больше денег. Ладно, я чё-то всё, много разговоров, а мало дела у меня получается, да, сегодня, пописай, сходи, воспользуйся. Чё, замёрз, что ли, да ладно тебе, господи, живёте там в райском уголке, пожри туда, взять тарелку, повкушай, так сказать, сие, сие продукт, вкуси. О, господи, конечно, если честно, вот такие вот кухни фигурируют в каких-нибудь там, это, в сводках, каких-нибудь там наркопритонов, вот один в один, точно скажу. Ким Килл Патрик только что первый раз пошёл на работу, ещё 50 лет, ежедневная туртина труда и здравствуй, пенсия. Замечательно, чувак, я с этим тебя и поздравляю. Собственно-то, собственно, всё, я думаю, в порядке сейчас будет, наш Ким скоро получит повышение, это я уж так вангую, так сказать. Ой, фу, заболтался я, в общем-то, давайте-ка теперь посмотрим карту, да, посмотрим карту, посмотрим туда, посмотрим сюда и найдём наш салон красоты. А вот оно, нахуй, чё мы его долго искали? Мы его не долго искали. Салон красоты, комплекс, устроится мастером салона красоты на... Почему не... Нет, я хочу, а может быть я хочу не на... Ну ладно, давайте на неполный рабочий день, хотя бы так попробуем, хотя бы так, или... Нет, не так, не так, не так, сейчас по-другому. Ну, для начала, я думаю, всё-таки нам стоит поискать работу в газете, потому что я не хочу на неполный рабочий день, я хочу, как говорится, грести лопатой, деньги лопатой, да. Я только, конечно, не знаю, хотя, всё-таки, конечно, скорее всего, неправильно поступаю, потому что нам всё равно скоро придётся поступать в универ. А если мы поступим в универ, скорее всего, нам... Так, а чё это, уже бросают, что ли? А, да. Нам придётся уволиться с работы, давай. Где? Работы, профессии найти. Ну вот, выбрать профессию, может быть, сейчас найдём в списке. И вот, бинго, друзья мои, сразу же, только мы открыли газету, и на наши глаза попалась вот такая вот статейка. А, вот, стилист неумеха. Этот гордок отчаянно нуждается в талантливом стилисте. Покрой и расцветка, прически и стрижки только с вашей помощью жители гордка будут выглядеть модно и современно. Круто, стильно, молодёжно, как говорят бабушки. Если вы желаете бороться с безвкусием и уныним, однообразием и обожаете превращать нюклюжечу тела в стильные штучки, тогда вам идеально подходит эта профессия стилиста. Ну что ж, давай примем профессию, тогда что? Уууу, да, вот это столько букв, нифига себе. Нет Килл Патрик получает портфолио от фирмы Стильное Сообщество. Теперь вы можете последить свои успехи в работе стилиста. Портфолио находится в вашем багаже. Добро пожаловать в мир высокого стиля. Работа аккуратная и старательная. Вы быстро научитесь стричь и укладывать волосы. А когда никто не видит, сможете даже помечать о настоящей работе над имиджем. Ну ладно. Вы стилист неумеха должны ещё многому научиться. И прежде чем горожане начнут доверять вашему вкусу, почему бы не обсудить моду с разными людьми, чтобы узнать их мнение о новых стилях? Вот так. На это получается 182 в неделю. Ага. Так, так, так. Кстати, тут, извините, букв больше, чем в диссертации моей научной. Фух. Так, собственно, это безопасность. Изменяйте внешние и окружающие. Обязанности. Доходы. Заработать деньги. Изменяйте внешние. Профессиональный опыт. Создать портфолио. Разработать стили из чертежей за столом. Создать... Блин, ребята, я абсолютно не понимаю вообще... Я вот... Блин, это, конечно, круто. Блин, ну я абсолютно не знаю, как это делать. Так, отправить, перебраться, недвижимость, другое, работать в профессии. Работа и профессии. Выбрать... Нет, это не то. Писать, может быть, здесь... Нет, это... Нет, это тоже не то. Так, друзья, я только не совсем понял. Что в смысле на работе? Я вообще-то вроде как дома сижу, я не понимаю. То есть, мне нужно что-ли прийти, так сказать, заявиться, ну, например, куда? Мы в качалку пойдем, да? Там же все, в основном, сейчас, ну, тусуются. Типа... А, секунду, а вот это что такое у нас тут? Лучше питомцы. Да пошли вы нахер со своими питомцами. Я сейчас... Извините, не до питомцев. Я вам не какой-нибудь там... Так. Где? 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 В общем, все, пошли мы в качалку. Сейчас будем мужикам накачанным, как говорится, укладки делать, да? До ногти подстригать, да? Все, погнали. Я вообще, ребята, вот, 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 как говорится, не в зуб ногой, как... Вот, 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 абсолютно. Стиль, изменяйте внешний... Ладно, давайте пробуем изменить стиль. Доходы. Заработание изменения внешних, понятно. Разработанный стиль за чертежным столом. А вот как интересно, где этот чертежный стол, долбанный, взять? Я же не знал, что тут так все заковырится-то будет. Приветики противные. Сейчас вам будем изменять рожу и все такое прочее дело. Заработайте, как стилист, 500 долларов. Вау, слушайте, неплохое не было заработать. Вот давайте вот к этому, Рубен Ариас, к этому немолодому, довольно-таки, человеку подойдем и спросим. Ну, сначала мы, наверное, воспроизведем, что я несу. Произведем впечатление. Ну, давай, производи впечатление. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Нед. У меня отличная прическа. У вас тоже ничего. Ну, видимо, у вас шляпа, значит, у вас лысина, да? В общем-то, давайте я вам тут стиль немножко изменю. Там подровняю, тут уберем. В общем, будете Ален Делон, как в молодости. Вообще, вот, все телки ваши будут. А, как смотрим? Ой, давайте, давайте, давайте. Я не против, как говорится. Почему бы не тряхнуть стариной? Ну, давайте. Так, что у нас тут есть? Смешно. Пора, бла-бла-бла. Мода. Вот, есть. Похвалить плохой вкус. Ну, давайте похвалить хороший вкус. Давайте. Ну, запускай. О, слушайте, у вас такие шикарные... У вас такие шикарные туфли. И все, что ли? Это вся похвала. Я даже не успел из них ничего сказать. Я вот... Ребят, я ничего не понял. Как мне здесь тогда... Как мне здесь его стиль-то изменить? Друзья мои, ну, я, как всегда, конечно, тупил. Вот же портфолио специалиста, да, по идее, да? Посмотрите изображение. Нет. Блин! Да что ж такое-то? Ну, не это все. Ну, что такое? Позрительная открытка, газета, газета. То есть, чтобы портфолио запомнить, логично нам... Что логично, нам нужно как-то изменить стиль. Ну, ладно. Ну, я, конечно же, погуглил. Надо было сразу это сделать. К сожалению, нам нужно для начала приобрести набор стилиста. Он стоит полторы тысячи долларов. А нам такие деньги не снились. Ну, что ж, придется, как говорится, что можем, то и делаем, да? Ну, чем тогда теперь займемся? Сейчас посмотрим. Ну, ладно, давайте тогда уже, ну, с ним, что ли, поговорим тогда дружелюбно восхищаться упражнениями. Давай, все, погнали. Все. Чего уж тут поделать? Ну, блин, тогда пускай наш браток заработает немножко денег. Кстати, он уже практически все. Он уже практически уже отработал свою смену. Думаю, долларов-то сто точно заработал. Вот, кстати, как у него там дела. Так. Отлично. Все, все круто. И начальник, начальство им довольны, как говорится. О, так он у меня практически уже кореша с ним. Ух ты. Нормально. Ну, так. Что там у нас с нетом? Давай, там еще что-нибудь дружелюбно. Поговорить о жире. Да, ну, что-то неинтересное. Такие старперские, знаете, темы поговорить о жире. Потом, что там, поговорить о политике, там, обсуждать. Нет, не беспокойся. И потом, что еще у нас тут смешно. Где смешно, я сказал. Вот здесь смешно. Показать смешную игру. Рассказать грустную историю. Ну, и что еще? Нет. Спорить, скорбить, не дать петь, критиковать. А внешне нет. Нет, нет. Нет, нет, нет. И расскажем анекдот. Давай, все, погнали. О, это, представляешь, 40 градусов. Я уже вообще, говорит, не могу. Вообще вот. Вообще, голова, говорит, болит вообще. Хоть не выходи на улицу. Представляешь, да? О, да, да, да. И мы с моей, мы с своей теткой тоже никуда не уходим. Жарень, ужас, блин. А че бы сюда пришел? Говорит, ну, это надо же что-то делать. Понимаешь? Че сидеть? Как говорится. А то, если будешь сидеть, то вообще завянешь. Старость, нерадость, вся фигня. Че там у нас еще? Не беспокойся, чувак. Все нормально. И я тоже, говорит, в теме. Ну, вообще, красавца, а? Рассказать забавную историю или грустную. Так, говорит, и пью такой протеин с друганом, говорит. И такой, хоба, начальник идет. Я говорю, ну, нихрена себе, братан, прячь, говорит. Быстрее, пока не увидел. Ну? А он такой, че вы тут делать, я не понял. А мы тут плюшками балансим. Ха-ха-ха, вот смешно, вот ты выдал. Вот ты говорун, ой, смешной. Рассказать, а только если рыбачий такой, да? Рыбачий такие, золотая и красная рыба, да? Золотая и красная рыба. Понял прикол, да? Говорит, ничего не понял. Я тоже, если честно, не понял. Ха-ха-ха. Собственно-то, что у нас с Кимом, да? Ух ты, смотрите, какой бизнесмен просто. Вы посмотрите, личный водитель, какая тачка. Просто Mercedes-Benz, а? О, господи. Вот, вот поднялся парень. Не то, что мы ничего не делаем, засранцы. А давайте... Нет, 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 нет. Давайте-ка мы своего... Что мы сделаем? Мы, наверное, своего этого... Своего начальника пригласить куда-нибудь. Вот его куда-нибудь пригласим, наверное. Так, что там у нас с этим снетом? Ну, прогружайся быстрее. Так, куда нам можно пригласить его? Давайте куда-нибудь на причал, пляж. Сеющий песк. Я не знаю, что они там будут делать, конечно же. Ну, пускай, пофиг, пускай туда пойдут. Покупаются, не знаю, позагорают. Потому что нашему брату-то точно не мешало бы позагорать. Потому что он бледнющий и вообще ужас. Так, ну, в общем-то, наш начальник нас нагло продинамил. Говорит, извините, мне нужно выйти. Все дела. Ну, как хочешь. Хочешь, не хочешь. Ну, ладно, в общем-то. Как говорится, мы тебя не заставляем. А, кстати, если кто помнит, это же наша соседка. Какая соседка? Это наша же подружка. Бетуху что-то качает. Давайте-ка мы ее поприветствуем, да? Пригласить, присоединиться к разговору. Давайте, пригласим ее, присоединиться к разговору. Ну-ка, давай-ка сюда иди. Сейчас мы с тобой поговорим. Не звонишь мне, не пишешь? Подлец. Так, ну, все. А тут, как говорится, поговорил со стариком. Потом от тебя, говорит, не отвяжется. Все. Как начнет что-нибудь загонять про свой артрит, радикулит. Так все, потом, хоть вешайся им. Сам себя потом стариком чувствуешь. Так, что Ким уходит с работы. Ким получает 161 доллар. Да молодец. Вообще, красавчик просто. Предмет воздыхания. Вот она, вот она, красавица ты наша. Что дело, хоть расскажи, что ли? И они, по ходу дела, говорят о каких-то просто... Мне, говорит, нравится голубой цвет, а мне, говорит, фиолетовый нравится. Я прям от него тащусь вообще, а если у парня еще голубые глаза, то вообще, я просто... Я вся, говорит, горю. А мне, говорит, фиолетовый нравится. Не, фиолетовый херня, говорит, от голубой вообще четкий. Такой, да ну тебя нахер, блин, сумасшедшая ты какая-то, блин. Да, 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 иди ты нафиг, говорит. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, ладно, давайте-ка мы с ней, не знаю, там, смешно, рассказать забавную историю. Всем порассказывай, там, дружелюбно. С посплетничаем и узнаем, как прошел день у нашей подружки. Так, что у нас тут еще? Пригласить кого-нибудь. Ну, пригласить кого-нибудь куда-нибудь. Рассказать забавную историю. Говорит, вижу такую бабу, вся в помидорах, в огурцах. Такая страшная пиздец просто. Я думал, вообще призрак или кто такой мы? Здрасте, вы кто? Говорит, а я не знаю. Ой, ладно. Что-то у меня не вышло, они как-то быстро слишком говорят. Так, что сплетничать? Ну, ничего тут интересного, ладно. Пускай они там пока языком потрепят. Что у нас делает этот... Ким наш? Ким, а где? Ой, вы посмотрите-ка. Мы его в прошлой серии отправили, да? В бар, да? И теперь он у нас тут, я так понял, уже прописался. Ты что у нас прописался здесь или что? Я не понял. Пока братец, как говорится, не видит, да? А ты тут сачок у нас пипываешь, да? Сачок он пьет, а? А ты на сачок-то заработал? Или ты думаешь, что тут какой-нибудь клуб шахматистов соберется? Нет, друг, тут такие не водятся. Вряд ли тут кого-нибудь найдешь похожего по интересам. Я вообще не знаю, куда тебе нужно идти по интересам. А вот, кстати, кстати, по секундочку, секундочку. А может быть, подкатим вот... Ну, как подкатим? Не подкатим, потому что в плане... Если говорить про Кима, подкатить нет. Подкатить, наверное, как-нибудь... Доплывем, может быть, наверное, так. Какой подкатим? Доковыляем, даже вот так вот. Поприветствуем дружески. В принципе, неплохо, да? И так. Худой парень и толстая девушка. Ну, это... Я часто такие пары вижу. Так, ну, наш Нед как-то не очень, если честно, в восторге от этой компании. Старпер и какая-то, блин, девушка, вещь находящая в очках. Так что, надо позвонить своему корешу, потому что что-то она... Уже что-то поднадоело нам. Отправить любое... Нет, абсолютно. Это нам не подойдет, точно. Пригласить куда-нибудь. Ну, давай поболтаем, потому что пригласить уже, наверное, времени точно не будет. Оп, смотрите, Старпер что-то там нашу клеит девчонку, а? Ну, говорит, ладно, дело твое. Все равно она, говорит, мне не нужна, фиг с тобой. Ну, давай. Что-то там, говорит, что-то там показывают. Говорит, я как люблю есть, вот так вот варю. А я, говорит, бутерброды люблю. Такие вкусные. Там вот салат, сыр и вся фигня. Да-да-да, есть такое. Так, а что там говорит наш болтается Рубриель? А фиг его поймешь, что он там делает. Кстати, что у нас там с этим? С нашим Кимом? Так, ух ты, а это кто такая? Ого! Ого какая! Вау! Вау-вау-вау-вау! Что? Ну-ка, давай, подключи все свои способности. По особые отношениям, боятся воды. Ну, конечно же, давай, нервный, поговорить о конспирации. Давай сразу же. Давай, зацепи девушке. Так. Так. Чё? И что? И что? Ну? Так. Ох ты, ей даже понравилось, да? Ну, когда, как говорится, ботаник видит девушку, он страшно волнуется. Когда страшно волнуется, что... О чем он думает? Конечно же, как бы скорее посетить за компом. Так что, давай поговори о компьютерах. Давай. Вот. Ну, вот, говорит. И так, ладно. Что у нас тут делает Нед? Чё-то всё болтает, а чё-то тут всё чё-то лясы точит. Ладно. Фиг с тобой. Давай тогда Киму перенесёмся. С ним-то всё понятно. А вот с нашим Кимом ничего не понятно. И смотрите, знаете, ей даже нравится. Она... Смотри. Она даже... Она, можно сказать, заинтересовалась нами. А вот что вот это делать, я чё-то не пойму даже. Чё-то вот у нас смотрят уже целый час, я не пойму. Вам чего, девушка, нужно? А давайте-ка мы тоже с ней познакомимся. Давай. Давай, давай. Вперёд. Здравствуйте, мадам. Меня зовут Ким. А как вас зовут? А меня никак не зовут. Вам чё надо? В общем, у нашего Кима неплохо получается общаться, оказывается, с девушками. Он, по крайней мере, уже завёл разговор с двумя. И очень даже неплохо держится. Смотри. И им... Смотрите. Им даже это нравится. Ну, сейчас братец-то покажет в мастер-класс, как нужно правильно обращаться с девушками. Сейчас тебе покажут нубу такому, чё куда надо. Так, ну давай, не знаю уж, тогда... Нет, так, тогда надо ускорить и романтично хвалить характер. Ну, попробуй, попробуй, как говорится, кон ханём. Кот ханём. Кот ханём. А, нет. Ты, говорит, ботан, нафиг ты мне нужен. Ты чё? О, да тут даже не ботан, тут... Тут у нас в этих... Просто в отношении с кем-то состоит. Ну, тогда ладно. Тогда дубль три. Давайте попробуем вот с ней позазнакомиться. Да секунду, ну, куда стена? Куда стена пропадает? Точнее, появляется. Приветствовать дружески. Всё, давай. Теперь, может, что получится. Давай. Ну. Опа, вот это поворот. Кто ты по знаку зодиака? Кажется, нам с тобой суждено быть вместе. Ух ты. Вот такие слова никто ему не говорил. Даже мама. Ну, в смысле, в этом. Так. Ничего себе интересная компания. Так, вот это поворот. Ладно. Давайте-ка спросить, есть ли пара. Вот так вот, да. Как говорится, увидел. Девушку своей мечты. Давайте. Так, а что у нас с этим? Эй, друг, ты что делаешь? О, смотри, какой красавец, а. Так, погодь, погодь. Секунду, секунду. Стоять. Стоять. Говорю, стоп, поставь. Вот так вот. И познакомься вот с этим вот тоже. Ух ты, смотрите, тоже какой у нас спортсмен просто. А, посмотри, красавец-мужчина просто. Ну, давай. Тоже, видать, в качалку ходят часто. Ну, давай. Как говорится, друзья друзьями. А, смотрите, что этот чертов сукин сын делает. Вы посмотрите. Он уже практически, ну, не склеил, но с ним уже заигрывает какая-то женщина. И, в принципе, он, ей очень даже нравится, да? Ну, давайте-ка, давай танцевать вместе, медленный танец. Вот так вот, да? Уделай всех, как говорится, завистников. И, что потом такие говорили. О, ты же ботан, ты никого себе не найдешь. А вот такие, хоба, а вот и нашел. Вот смотрите, какая у меня красивая невеста. И не то, что у вас. Так, что у нас тут этот нет делает? А, тут этот, что-то, Харли Гринвуд какой-то там. Что-то ты вообще, ладно. Ну, вы посмотрите только на этих голубков. Вот, смотри, ну, ну, просто вообще. Как на выпускном, а? Господи, помилуй. Хоть ноги не отдавили, и ладно. Но я не знаю, где здесь танец заключается, да? То, что они... О, вот, что-то уже пошло, что-то пошло. А, что-то, секунду. Я хочу посмотреть на ее лицо. А, ну, кстати, очень даже симпатичный, конечно. А, вот, то, что я и планировал. Наконец-таки она наступила ему на ногу. Говорит, а, то все в порядке, нормально. Меня часто били, даже девочки. Так что мне не привыкать, говорит. А вы такая красивая девушка. Вы можете меня бить хоть, 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 хоть когда. Потому что вы мне очень нравитесь. О, господи. Кажется, пора закругляться, потому что я какой-то абсолютный бред несу. Что там? О, а ты что-то скорешился тоже с этим, с чуваком. Да, говорит. Так, ну ладно. В общем, с ними-то все понятно. А вот, 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 нет. Зачем? Нам вот эти нужны. Ну, в общем-то, в общем-то у них, в общем-то, все хорошо. Я так понял, да? Они, как говорится, нашли друг друга. Блин, мне даже завидно. Вот такого ботана такая красивая. Ну, не то чтобы девушка, но подружка очень даже неплохая. Как говорится, ломаем стереотипы, да? Ну, я даже, если честно, как-то похож на пацана, если честно. Вот, 15-летнего. И, конечно, его имидж это просто капец. Он хотя бы не уснет у него на руках, а то придется, на спине придется и тащить его до дома. Ладно, в общем-то. Давайте поставим на стоп уже. Ой, в общем-то, серия какая-то длинная получилась. И прошу прощения заранее как-то. Блин, какой говорю заранее? Что-то немножко я, если честно, тупил в этой серии. Прям даже немножко, а сильно. Так что извиняюсь. И что-то меня понесло вообще куда-то за 3-9 земель. В общем-то, друзья, спасибо за просмотр. Если кому-то понравилось, ставим лайки. Подписываемся обязательно. Комментируем. Ну, собственно, и все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.